друзья всем привет в этом видео я хочу вам рассказать про самую популярную самую народную одну из самых бюджетных в этой теме да и вообще очень классное зарядное устройство аймакс b6 v2 ну как вы могли заметить это не совсем аймакс это его клон производитель у нас идет htrc точно также называется зарядная b6 2 версии нет точно такой же корпус как у оригинального аймакса да и в принципе ничем она от него и не отличается даже на обратной стороне если мы посмотрим есть голограмм к здесь указано htrc тоже все прописано стоит еще одна голограмм очка под это если есть будет номер который можно проверить на сайте конкретно производителя htrc что это их оригинал и так далее короче кроме названия разницы нет и так что это за зверь и с чем его едят значит перешел он ко мне в двух коробках первой коробке у нас непосредственно лежит само зарядное вот так оно здесь было упаковано куча куча к нему проводков и переходничков и инструкция которая рассказана как этим чудом пользоваться и про все его функции но поэтому не будем и в отдельной коробке лежала вот такое вот зарядное зарядное у нас идет на 15 вольт на 6 ампер сама зарядная идет на 80 ватт об этом нам говорит коробочка вот здесь написано 80 ватт по сравнению с предыдущей первой версии там по моему шло 60 она и обладает большей мощностью и способна быстрее заряжать аккумуляторы что касается переходничков то комплект кстати достаточно богатый идет с одной стороны провод питания от которого можно запитывать зарядное при помощи разных сторонних всяких устройств даже от батарейки на самом деле изначально здесь этого x-t60 мету я просто разрезал провод пополам и сделал спаечку так удобнее пользоваться можно с одной стороны воткнуться в зарядку и подключить ее от любого источника питания по моему от даже зачем вот нам рассказывает об этом здесь производители на самом зарядном от 11 до 18 вольт его можно запитывать ну пожалуйста можно пить и пицца за автомобильный аккумулятор либо если надо что-то в поле подзарядить маленькое можно и обычный аккумулятор воткнуть так как мы x-t60 припаяли с другой стороны у нас идут здесь вот плюс-минус самозарядное и на т60 на вот этот вот тэшный переходничок опять же вешается два переходника либо крабики мы ставим и заряжаем все что угодно либо ставим x-t60 и заряжаем наши аккумуляторы сюда втыкается аккумулятор а сюда втыкаются от него балансиры разъемы балансировочные сама эта зарядка может заряжать аккумуляторы до 6 ячеек от 1 до 6 в отличие от первой версии этого зарядного синий классической версия b6 v2 уже научилась заряжать батарейки ли hv то есть high voltage которые идут 435 также научилась здесь делать заряжать smart battery это батарейки у которых внутри идет тоже микроконтроллер и она научилась мерить внутреннее сопротивление аккумуляторов что очень полезно интересная функция проверяется на какой же стадии жизни находится наш аккумулятор сдох он еще или нет по менюшке тут все достаточно просто после включения мы видим сразу программку которую мы можем выбирать это либо зарядка литиевых аккумуляторов либо никель-кадмиевых либо свинцовых если мы выбираем литиевой батареи то это могут быть как ли пошки так и высоковольтные так и литий-ионки так и литий-эфер умные можно ставить от 0 1 до 6 ампер ток зарядки но тут опять же в зависимости от блока питания блок питания должен нам помогать в этом чтобы выдавать такие амперы и от 1 до 6 с также зарядное устройство может как работать в режиме storage это говорит о том что она погружает наши аккумуляторы в режим ожидания ну или пошки заряжает там до 3 8 на банку discharge то есть разряжать наши батарейки балансировать эта зарядка с балансировкой баланс charge просто зарядка допустим как 1с аккумуляторы заряжать для тех же самых наших лупчиков у которых нет балансировочных разъемов и fast charge быстрая зарядка но ей пользоваться как бы не рекомендуют говорят что она губит аккумуляторы лично я постоянно заряжаюсь в режиме баланс charge также этой зарядкой можно заряжать обычные никель-кадмиевые батареечки разным током и одна из тоже основных и самых полезных функций это зарядка свинцовых аккумуляторов то есть ей можно заряжать автомобильный аккумулятор точно также либо заряжать либо разряжать также выставляется ток и вольтаж по ячейкам вот я заряжался автомобильный аккумулятор стоит 6s 12 вольт и стандартный автомобильный аккумулятор токи зарядки ставится точно также до 6 ампер и нормально можно заряжать свой аккумулятор причем при помощи этой зарядки я узнал что у меня в 77 амперном аккумуляторе осталось всего лишь до 26 ампер часов после чего аккуму при первых же морозах сожалению не завел авто интересное меню еще экстра функций если мы в него зайдем мы увидим что можно промерить батареи это скажем так и вольтметр и показывает напряжение на ячейку выдают всю информацию о нашем аккумуляторе b3r это сопротивление батареи балансер если мы подключим батарейку начнем ее заряжать то включим этот режим то она не будет заряжаться а на исходном вольтаже на котором находится в данный момент просто от балансируется ячейки какие-то будут заряжаться какие-то разряжаться но вольтаж по аккумулятору не изменится вот это очень интересная функция digital power мы можем выставить нужный нам вольтаж нужное количество выдаваемых ампер и данный зарядник будет работать как лабораторный блок питания то есть он будет выдерживать нужное нам напряжение мерил вольтметром сторонним погрешности практически нет может быть это в моем экземпляре мне повезло и задавая нужный ампераж при выходе за этот порог ампераж если устройство начинает кушать больше который подключены к нашему блок питания к нашему зарядному то зарядник отключает ток и устройство перестает работать ради интереса я брал всякие там вентилятор чеки проверял и так далее когда делал охлаждение в компьютере или подключал автомобильный компрессор под рукой просто ничего больше не было когда покупал чтобы проверить так вот автомобильный компрессор для просто для колес выдавал порядка пяти шести ампер он кушал при 12 вольтах эта вещь оказывается жрет достаточно много и еще одна из функций это smart battery charge то есть как уже говорилось это заряжать батарейки у которых внутри стоит микропроцессор ну и вот давайте ради эксперимента подключим к ней такую вот сборочку которую делал в прошлом году это 4 сборочка на аккумуляторах по 4000 миллиампер желтеньких 2700 по моему этот форм-фактор не помню точно лежат они около уже полугода в режиме хранения просто в коробочке значит все это дело подключим подключим балансировочный разъем где он наш вот он 4s и проверим и вольтаж проверим в экстра функциях вот в этой link status вставляем нас включенная литий-ионка проверяем вот она лежит в режиме хранения заряженная на 39 процентов 1486 вольт а по баночкам 37 почти 37 чуть больше чем 37 и опять же в районе 3 и 7 и давайте посмотрим как она меряет у нас сопротивление а вот что показывает опять же по банкам 10 14 19 и 15 еще раз 10 14 18 15 как видите сильного разброса по разным замерам нет значит что-то должна показывать правильно что можно в целом сказать поэтому зарядников блин тема супер стоит недорого на сегодняшний день порядка там 15 16 долларов можно купить само зарядное с полным комплектом имеется ввиду переходничков отдельно продается блок питания он там тоже порядка 10 15 долларов я брал у одного продавца брал все комплектом и зарядное и блок питания все переходило вместе но у меня был вот косяк сразу скажу открою страшный секрет у меня их два причем одно первое которое заказывал она пришлось неисправные функции разрядки батареи то есть он ну не работал здесь charge а если не работает разрядка батареи то и балансирует он криво и в режим ожидания в режим хранения в режим сторож переводит он тоже достаточно криво заряжать можно было но блин она получилась неполноценная я написал об этом продавцу продавец мне выслал вторую я думал что это будет как всегда обман ведь китайцы к сожалению на алиэкспрессе нас дурят но нет спустя буквально месяц пришло второе зарядное вот так теперь у меня их два правда одно наполовину не рабочие так что зарядка классная даже не считая то что это там полноценный оригинальный аймакс это производитель htrc это клон аймакса также названа модель b6 корпус абсолютно идентичен разницы никакой работает отлично все все свои функции выполняет на сто процентов я уже пользуюсь зарядку порядка двух лет и скажу честно другого покупать ничего не собираюсь ведь для любительского хобби для там политушек квадрокоптеров или для домашнего пользования чтобы пользоваться как лабораторный блок питания или зарядить аккумулятор оттачки этого зарядного выше крыши 15 баксов плюс блок питания либо там 25-30 баксов все это в целом вместе и мы имеем очень классные зарядные так что друзья кому было полезно ставим лайки подписывайтесь на канал смотрите другие видео заглядывайте в описании всем пока подписывайтесь на канал